На свет лампад и на звуки голосов прямиком в крипту храма, туда, где сегодня не протолкнуться. Трапезная, обычная закрытая для случайных людей, принимает квартирник, прогулки по воде. Гостей не смущает, что не то что сесть, стоять почти негде. Зато акустика в этом сводчатом помещении прекрасная. Я очень довольна. Какая-то такая теплая атмосфера. Пришла, смотрю, народу много, хотела развернуться и уйти. А потом постояла несколько минут и поняла, что нет, я останусь здесь до конца. Потому что правда очень душевно. По-другому и быть не могло. Расслабленный формат встречи плюс тема святочных дней дают такой эффект. И, конечно, сами артисты, свои непохожести, дополняя друг друга. Волшебный нежный голос студентки, читающей монороман. Но зачем же обманывать себя? Снег бывает только дома. Это факт. И надрывный рок-музыканта из блокады сердца. Разрешите мне приползать, а летать. Солист Александр Худеев в своей жизни побывал на десятках квартирников. Столько же посетил и нестандартных концертных площадок. Но от приглашения выступать здесь не смог отказаться. Я не могу назвать это квартирником. Это не совсем квартирник. Но в чистом виде. Это какая-то коллаборация из идей, умов и абсолютно разношерстных людей. Все-таки на квартирники ходят люди из какой-то одной градации. Здесь происходят чудеса. Стихи Бродского, лучшего поэта рождественской темы, казачьи песни, лекции по истории литературы. Зрители среди них были и совсем юные, принимали все. Некоторые знакомые композиции подпевали. Негромко. Гости помнили, что находятся на церковной территории. Мы всеми руками, ногами за, поддержали эту идею. Несмотря на то, что там в сети были разные толки. Но тем не менее, я считаю, что ничего плохого в этом нет и быть не может. Даже то, что столько людей сегодня сюда пришло, подтверждают это. Что ничего плохого, ядовитого, кощунства. Какое кощунство? Но это я говорю, песни под гитару пели всегда. Два часа длился квартирник в храме всех скорбящих радость. В перерыве, общение с артистами, в заключении, чайпитие. Небывалый ажиотаж заставил надеяться на новую встречу. Организаторы хотят повторить все на Пасху. Когда я бы сам здесь не был, шепнул бы кто назад. И под стакана до весны. Регина Сорокина, Дмитрий Тарасов, программа «Город».